МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Бизнес-завтрак с главой муниципалитета состоялся в Ленинском отделении областной торгово-промышленной палаты. Вот эти встречи, они действительно традиционные. Этот формат, он уже себя зарекомендовал сегодня. Причем для всех желающих даже не хватило места. В поселке Володарского заработал новый участковый пункт полиции. Мы надеемся, что у нас теперь будет порядок. И будет намного лучше, чище. Спасибо большое. Родители сели за парты, чтобы проверить свои знания и понять, что предстоит их детям при сдаче ЕГЭ. Необходимо, чтобы родители почувствовали, что испытывают их дети. В Ленинском отделении торгово-промышленной палаты Московской области состоялся бизнес-завтрак с главой муниципалитета. Во время мероприятия обсуждались волнующие предприниматели вопросы. Послушал беседу Дмитрий Книга. Бизнес-завтраки с главой Ленинского городского округа проводятся регулярно. На подобных встречах члены торгово-промышленной палаты и другие представители предпринимательского сообщества могут обсудить насущные проблемы и определить стратегию работы над значимыми проектами. Вот эти встречи, они действительно традиционные. Этот формат, он уже себя зарекомендовал сегодня, причем для всех желающих даже не хватило места. На этот раз на повестке дня были как общие вопросы, так и частные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. Например, размещение рекламы и информационная поддержка проводимых ими мероприятий. Большую значимость в общественной жизни муниципалитета занимают социальные проекты, которые развивает и поддерживает торгово-промышленная палата. Не обошли стороной и введенную с этого года новую схему уплаты налогов, а именно единый налоговый счет. Постепенно система налаживается и скоро будет работать без сбоев. Подобные мероприятия будут продолжаться и в будущем, ведь они зарекомендовали себя площадкой для выстраивания конструктивного диалога между властью и бизнесом. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В поселке Володарского заработал новый участковый пункт полиции. На торжественное открытие пришли местные жители, глава округа Алексей Спаский, муниципальные депутаты и стражи правопорядка. Подробнее в нашем следующем сюжете. Этого события жители поселка Володарского и окрестных деревень ждали с нетерпением. Раньше им приходилось обращаться в действующий участковый пункт полиции в Разилке, но теперь помощь можно получить буквально рядом с домом. Хочу сказать большое спасибо за такое важное событие, которое сегодня произошло. Это открытие опорного пункта. Это очень важный момент, потому что вопросы всегда возникают, да, периодически у нас, у жителей. И мы надеемся, что у нас теперь будет порядок, и будет намного лучше, чище. Спасибо большое. В торжественном открытии нового участкового пункта полиции по адресу Центральная, 22, приняли участие глава муниципалитета Алексей Спаский, депутаты и руководители правоохранительных структур Ленинского городского округа и Подмосковья. Участковый – это от слова «участие». Вот хотелось, чтобы это участие было для каждого жителя данного поселка. И я думаю, что те участковые, которые примут такое прекрасное помещение в свои руки, будут небезразличны. И население, помимо тех дней и часов, когда у нас осуществляется прием населения, будет всегда доступно для них. Открывшийся пункт охраны правопорядка будет обслуживать более 10 тысяч жителей. Сам поселок Володарского, деревня Григорчикова, Малая и Большая Володарка, Большой Саврасово и ближайшие СНТ. Вести прием здесь будут два участковых уполномоченных. Один из них – старший лейтенант полиции Владимир Иванов, хорошо знаком с территорией и жителями. Территория здесь достаточно спокойная из-за того, что здесь устоявшийся коллектив жителей. Грубо говоря, все друг друга знают. Чаще ссоры решаются без участия полиции. Многие ссоры. Но, тем не менее, иногда происходят случаи бытовых конфликтов на бытовой почве. Участковые уполномоченные теперь будут нести службу, начинать свой рабочий день с опорного пункта и заканчивать его здесь. Не только в приемные часы, как определено приказом, прием ведется, а в любое время, соответственно, гражданин, который хочет прийти, написать заявление или спросить, или посоветоваться. Помимо участковых с периодичностью раз в три дня, здесь будет вести прием инспектор по делам несовершеннолетних. В связи с тем, что Ленинский городской округ постоянно растет и развивается, с инициативой открытия новых пунктов охраны общественного правопорядка выступают сами жители, и власти идут навстречу. Уже открыты участковые пункты в микрорайоне Зеленой аллеи и на улице Завидной. Мы эту работу однозначно будем продолжать. Сегодня руководитель всех участковых в Московской области присутствовал здесь. Она поставила задачу нашему МВД о том, что здесь два участковых должны находиться и обслуживать эту территорию. Но можно только приветствовать это. И повторюсь, мы с своей стороны и в ремонте, и в выделении помещений, в оснащении их, там, мордотехникой какой-то, будем оказывать всесторонную помощь. В этом году еще один участковый пункт откроется в жилом комплексе Бутовый парк. Также прорабатывается вопрос строительства новых зданий в районе Володарского шоссе и трассы М-2 для размещения там отделов полиции. Галина Житкова, Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Дачную амнистию, вопросы содержания территории пожарной безопасности, цифровизации в СНТ и многие другие темы обсудили на семинаре-совещании с председателями садовых и дачных товарищей и старостными деревень Ленинского городского округа. В фойе Дворца культуры Видное буквально яблоку негде упасть. Здесь организован прием специалистов различных служб, где из первых уст можно получить ответы и разъяснения по самым различным вопросам, касающимся жизни садовых и дачных товариществ и сельских населенных пунктов. На таких форумах, как правило, собираются старосты, помощники старост, активные жители с территории для того, чтобы также в помощи депутатскому корпусу провести потом профилактическую разъяснительную беседу и довести до жителей те стратегически значимые важные вопросы, на которых у них есть информационный вагон. Семинар-совещание с представителями садовых товарищей и сельских населенных пунктов проводится на протяжении четырех лет и прямое общение с представителями различных организаций округа также стало доброй традицией. Вполне предсказуемо, что наиболее волнующими оказались темы газификации и водоснабжения, вывоз мусора, дорожно-транспортные вопросы, оформление домов и земельных участков. Разными вопросами люди приходят. Ну, основные вопросы – это государственная регистрация прав на дома, на территории садовых и коммерческих товарищей. Ну, удается объяснить довольно сложный вопрос, так, чтобы люди действительно поняли. Удовлетворенными уходят? Ну, мне кажется, да. Стараюсь объяснять. В Ленинском городском округе в настоящий момент находится 56 населенных пунктов, из них более половины – сельские. Участники семинара-совещания отмечают, что подобные мероприятия позволяют не только узнать что-то новое, но и являются поводом обсудить насущные вопросы с коллегами. Коллектив у нас дружный, староста между собой, поделением, очень хорошо общается, очень хорошо работаем с видным. У нас вот кураторы. Всегда в любое время можно звонить, в воскресенье, в субботу, всегда отвечают, всегда помогают. Вторая часть семинара-совещания прошла в зале. Здесь перед собравшимися выступили представители различных организаций. Заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков помимо прочего рассказал о внедрении системы электронного голосования для жителей СССР. В случае недобросовестного голосования на неких председателей, пойти много езжу по области, сам участвовать в скандаре, всевозможных собраниях. Тем не менее, ситуация, когда уже добросовестные люди могут проголосовать, не сходя с места, не обязательно приезжать на участок. Дорого вас стоит, нужно проголосовать, принять правильные решения и не устраивать там всякую чехарную еду, чтобы людей не пользовались вашим доверием, в конце концов, не принимали решения, которые вам не выгодны. Еще один секрет популярности подобных мероприятий актуальность тем, которые озвучивают спикеры. Среди них дачная амнистия, вопросы содержания территорий и пожарной безопасности, цифровизация в СНТ и техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Мы назвали это мероприятие семинар-совещание. Почему? Потому что оно прежде всего основано на тех вопросах, которые мы получаем от жителей. И до этого мероприятия мы по согласованию с главой Ленинского городского округа Алексеем Петровичем Спасским, мы проводим серию встреч тематических в территориальных отделах с председателями СНТ, старостами деревень, где мы, во-первых, рассказываем новое в законодательстве, мы говорим о перспективах развития Ленинского городского округа. В ходе мероприятия были вручены благодарственные письма главы Ленинского городского округа наиболее активным представителям сельских населенных пунктов и садовых товариществ. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Наш сегодняшний гость в студии – врач-терапевт, заведующая Южной поликлиникой Видновской районной клинической больницы Елена Маслова. И поговорим мы про болезнь, с которой в последнее время все чаще сталкиваются врачи. Это кори. Итак, здравствуйте, Елена Васильевна. Здравствуйте. Вы знаете, не от вас первая. Я слышу, что действительно в последнее время корь получила огромное распространение. Расскажите, во-первых, что это за болезнь и чем она, собственно, опасна. Да, к сожалению, сейчас это так. Кори – это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. К сожалению, сейчас уже зарегистрировано в случае, в частности, в Москве последний случай зарегистрирован. Заболевание протекает, в принципе, очень похоже на ОРВИ. Это первые дни заболевания. Поэтому пациенты чаще всего, часто, не чаще всего, а часто, не обращают внимания на первые симптомы. Но, к сожалению, есть, конечно, нюансы в этом заболевании, на которые нужно обратить внимание. И, в первую очередь, это течение болезни. Корь начинается с лихорадки, с высокой температуры. Может быть, лающий кашель, боль в горле. Отличительным симптомом может быть конъюнктивит. Это когда покраснение глаз фиксируется. Часто еще пациенты жалуются на то, что возникает светобоязнь. То есть чаще и проще находиться в затемненном помещении. Это первые дни заболевания. Потом присоединяется сыпь. Сыпь характерна для кори. То есть, в принципе, ее очень сложно с чем-либо спутать. И она имеет этапность. Первые высыпания появляются на лице. По линии роста волос, за ушами. А потом сыпь спускается. Это руки, туловище. И, в последнюю очередь, это ноги. Сыпь характерна такого яркого цвета, красного. Может сливаться. В принципе, не зудит. Чаще всего это сыпь, которая не характерна к зуду. Ну и, в принципе, вот такие вот симптомы. У детей это может быть еще белесоватое высыпание на слизистый щек. Поэтому часто педиатры при осмотре более точно могут поставить, что это действительно кори. В чем же опасна эта болезнь? Это заболевание практически в 100% вызывает заразность у других здоровых людей, непривитых, либо кто находится в окружении. Поэтому всегда говорят людям, если он заболел уже, то желательно, чтобы он был, естественно, в маске. Кори еще характерна тем, что даже если больной человек побыл в помещении и ушел, и следом зашел здоровый человек, то он тоже может заразиться, если он не привит. Тем она и опасна. Нет, я спрашивал, имея в виду опасность болезни, чем она опасна именно для человека? Повреждаются ли какие-то внутренние органы, или может быть, останутся какие-то тяжелые последствия? Ну, заболевание в любом случае тяжелое, инфекционное, потому что оно поражает не только детей, но и взрослых, и может приводить к таким последствиям, как пневмония. И у детей зафиксированы летальные исходы, поэтому чаще всего малышей госпитализируют, это однозначное показание госпитализации. И опасность тем, что сейчас очень много людей, которые не привиты. И родители не прививают своих детей, потому что раньше это все-таки была массовая вакцинация, это было 97-98%, сейчас этот процент немножко снижен. Много иностранных граждан, которые к нам приезжают, у которых нет вакцинации. И это все приводит к тому, что, к сожалению, горе вот немножечко стало расти. Ну, можем ли мы говорить о таком страшном когда-то, вернее, и сейчас еще немножко остается условие, как пандемия, или все-таки это рано, и нужно просто как бы держать себя в руках? Да, это пока рано, это нужно держать себя в руках, все-таки принимать меры к тому, чтобы не было распространения, и все-таки, чтобы она у нас не возникала. А в первую очередь, это вакцинация, безусловно, никаких других профилактических мер к этому нет. Только вакцинация, двукратная вакцинация в детском возрасте. Если взрослый человек не знает свой анамнез, прививался, он не прививался, то лучше, конечно, провакцинироваться, даже во взрослом возрасте. Вот очень многих интересует этот вопрос, когда касается вакцин. Есть ли какие-то от вакцины побочные эффекты? Или как себя человек будет ощущать, скажем, может быть, в первые минуты, или в первые, там, несколько дней после вакцинации? Нет, практически никаких побочных действий нету, никаких осложнений после вакцины, ну, так вот, чтобы зафиксировано было, нету. Вакцина переносится очень хорошо, вакцинация, все детки, в принципе, удовлетворительном состоянии после вакцинации, соответственно, идут домой, взрослые также. Таких вот ситуаций, когда зафиксировано было какое-то побочное действие, нет. Как, ну, наверное, заключительный вопрос, который, опять же, важен, как можно, каким образом записаться на вакцинацию? Это нужно специально записаться или можно прийти и без всяких очередей получить? Да, можно прийти в поликлинику по месту прикрепления, обозначить в регистраторе, что вы хотите именно провакцинироваться. Вас в этот же день незамедлительно запишут к терапевту, который осмотрит вас и напишет, что противопоказаний к вакцинации нет. И, пожалуйста, в прививочном кабинете будет сделана прививка. Ну что ж, я думаю, что наши зрители узнали очень много нового и полезного и примут правильное решение, но, по крайней мере, проверят, вакцинировались они, их родители в детстве или нет, да, и сами они проходили вакцину или нет. Спасибо вам огромное. А я напомню, что мы беседовали с врачом-терапевтом, заведующей Южной поликлиникой Винновской районной клинической больницы Еленой Масловой. К другим новостям. В Ленинском городском округе продолжается месячник благоустройства. Жители поселка Развилка вышли на субботник, чтобы навести порядок вокруг Ощеринского пруда. О результатах уборки в репортаже Юлии Погосян. Местные жители хоть и стараются Ощеринский пруд содержать в чистоте, но за зиму вокруг накапливается немало мусора. Благо инициативы и желания достаточно, чтобы, сплотившись, выходить на уборку. Субботник в поселке Развилка объединил десятки неравнодушных людей. Это нужно для того, чтобы очистить нашу природу. И я думаю, что затратить на это силы, я думаю, что не жалко. Вместе с жителями к уборке присоединились муниципальные коммунальные службы и представители местного территориального отдела. Общими усилиями удалось вывести более 20 кубов мусора. Спасибо. Хочу сказать всем, кто принимает участие. Территория эта действительно пользуется популярностью у наших жителей. Здесь много гуляют мам с детьми, здесь много детишек играется вблизи пруда, поэтому мы ее приводим в порядок в первую очередь. Также я хочу сказать, что мы продолжаем это еженедельно. В следующую субботу у нас субботник запланирован в лесном массиве, вход со стороны отдела полиции, поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю всех наших жителей принять участие. Антон Плагидов на субботник пришел с друзьями. Говорит, молодежи ничего не стоит поработать граблями. Вооружившись музыкальной колонкой, под веселые песни и в хорошем настроении с задачей справились быстро. Скоро май, чуть-чуть нам осталось, и день туда. Тот же самый. Ну и, в принципе, хочется, чтобы видеть свои прекрасные места, свои достопримечательности в чистом виде. Большинство субботников уже прошли. Округ расцветает на глазах, но месячник благоустройства все еще продолжается. С адресами и датами можно ознакомиться на сайте администрации. Юлия Пагасьян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Единый государственный экзамен глазами взрослых. Родители сели за парты 9-й Видновской школы, чтобы проверить свои знания и почувствовать, что предстоит их детям при сдаче ЕГЭ. Екатерина Коваленко узнала, справились ли с заданиями те, кто окончил школу лет 20 назад. Снова почувствовать себя выпускниками. Такая возможность вот уже несколько лет есть у родителей старшеклассников. Сегодня они сели за парты, чтобы сдать единый государственный экзамен по истории. Так на какое-то время можно поменяться местами со своими детьми. Сама я ЕГЭ не сдавала. Я закончила 10 классов. Это было давно. Очень интересно посмотреть, прочувствовать, как ребенок будет сдавать ЕГЭ. Чем можно помочь ребенку, особенно психологически, я считаю, важно. В этот раз свои знания проверили родители учеников четырех школ муниципалитета. Сама процедура серьезная. Точь в точь, как на настоящем ЕГЭ. Сначала регистрация по паспорту, потом инструктаж и заполнение бланков. Рассадка на специально отведенные места, разумеется, по одному. Понять процедуру, механизм, как это проводится, в какой, наверное, может быть, стрессовой ситуации находятся их дети. Такая атмосфера. Необходимо, чтобы родители почувствовали, что испытывают их дети. Для родителей составили укороченную версию заданий. Им предстояло ответить на 12 пунктов. Здесь вопросы на знания дат, исторических событий, правителей. На все про все 30 минут. Но даже за это время можно прочувствовать все тонкости сдачи ЕГЭ. С вами сейчас волнуетесь? Немножко, да. Давно не испытывал таких ощущений. Как так готовились, может быть, с вами? Ну, посмотрел пару основных событий, которые были поисторических, а так нет. Надеюсь на свои знания, школьные, институтские. Как вы думаете, справитесь? Уверен. Первые государственные экзамены начнутся в этом году уже совсем скоро, в конце мая. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин